Сегодня в старинном особняке Клотт, где расположилась детская картинная галерея, открылась выставка «Немного о Франции». Здесь представлены больше сотни работ, которые ребята присылали на конкурс «Франция глазами детей». Всем авторам от 5 до 17 лет. И основными сюжетами картин стали, конечно, Эйфелева башня, Ноттердам де Пари, Монмартер, французские улочки, сады, кафе и в лавандовые поля. Эта выставка открыла фестиваль «Франкофония», который продлится в Самаре до 7 апреля. Среди узнаваемых символов Франции на полотнах затесались и менее известные. Юный художник Артем Лукин удивил жюри выбором темы. Он изобразил папский дворец 14 века в Авиньоне. Его историю рассказывает теперь взахлеб. Его строили сразу несколько архитекторов по очереди. И получается, что это получилась некая смесь всех стилей средневековья разума. Детские работы впечатлили француза Тибо Аюна, директор «Альянс Францесс Самара», главного организатора фестиваля. То, что меня трогает как француза, помимо того, что это конкурс для детей, в котором принимают участие ребята с самого малого возраста, это восприятие Франции. Несколько идеализированное и всегда прекрасное. Поскольку Франция – это еще и законодательница мод, в соседних залах выставили эксклюзивную коллекцию кукол. Одежда на них точно воссоздает наряды 14 и 17 века. Бургундский двор в то время стал одним из богатейших в Европе, и его моды считались эталоном изящества. Во-первых, у них очень сложные головные уборы. Влияло на вот эти головные уборы, безусловно, и форма архитектурная. То есть в это время входит готическая архитектура, устремляется ввысь, и устремляются ввысь вот такие головные уборы, как здесь. Выставка «Немного о Франции» пробудет в особняке Клотта до закрытия фестиваля «Франкофония» 7 апреля. Валерия Макарова, Константин Головин. События.